19 часов 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам.ФМ. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у нас в гостях Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Сергей, добрый вечер. Я напомню, средства коммуникации для слушателей, многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.ФМ портал в интернете для ваших писем, вопросов, сообщений, комментариев. На портале идет и прямая веб-трансляция, то есть вы можете не только нас слушать, но и смотреть. Можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, туда также направлять свои вопросы. Я хочу начать наш разговор все-таки с прошедшего заседания Координационного совета. Я хочу понять, вы там действительно переругались? Или вот сколько, 6 или 7 часов шло у вас заседание в последний раз? Ну, порядка 6 часов. Порядка 6 часов. Да нет, никто не переругался. Может быть, кому-то и хотелось бы, конечно, чтобы мы там все переругались, передрались, волосы повырывали, глаза повыцарапывали. Конечно, люди там очень разные. Не все друг друга любят, прямо скажем. Ну, в общем-то, это вполне естественно. Ну, любить не всегда стоит своего политического оппонента или, в данном случае, коллегу по Координационному совету. Конечно, кто-то называет Координационный совет таким протопарламентом. Ну, я все-таки с этим не соглашусь. Наверное, это все-таки такой штаб, коллективный штаб по организации действий всей оппозиции. То есть, ну, кто захотел, в него вошел. Но все равно люди очень разные, поэтому, конечно, борьба мнений, борьба тактик, более умеренная тактика, более радикальная. Уже наметились такие тенденции, что, в принципе, было вполне ожидаемо. Но это естественно. Вы ставите себя, чувствуете одиноко? Это нормально. И я думаю, что чем дальше мы будем больше притираться. В принципе, вот тот только комитет, самый провозглашенный, который с декабря прошлого года работает, в общем-то, провел все эти вот предыдущие акции, митинги, марши. И, в общем-то, нормально провел. Я не знаю, конечно, много критики звучит, что то не так сделали, это не так, слили, продали. Я не вижу этого. Вот делали, как могли, да, может быть, кто-то мог лучше сделать, но тогда, извините, что же в стороне стояли, приходили бы и делали. Вот мы делали, как могли, и, в общем-то, год прошел все-таки под знаком протеста, как ни крути. И я надеюсь и завершится под знаком активности общества, под знаком мощного выступления. И мы опровергнем все эти вот депрессивные разговоры о том, что все закончилось, все теперь до 18-го года. То есть вы опровергаете сообщение о том, что якобы члены Координационного совета работают по указке администрации президента? Нет, конечно, но это абсолютно не соответствует реальности. Я за всех не буду ручаться, большинство все-таки. То есть вы допускаете? Нет, ну, я не следственный комитет, не прокуратура, не частное охранное агентство, не детектив. Все возможно. Все возможно. Но я не хочу сейчас заниматься какими-то голословными обвинениями. Просто есть в Координационном сайте группа товарищей или господ, как им больше нравится, которая явно настроена на такой умеренный курс. У нас, ну, я бы даже сказал, соглашательские отчасти. Ну, что есть, то есть. Вот Собчак, Пархоменко, вот эта вся группа граждан, еще там есть ряд людей, которые к ним примыкают. У них позиция очень простая. Нечего биться головой в стену. Владимир Владимирович Путин будет до 18-го года сидеть. Уже все очевидно. Надо заниматься какими-то локальными проблемами. Добиваться там локальных реформ судебной системы, политической, а замахиваться на глобальные перемены, ну, революционные, скажем так, о чем мы говорили и в декабре, и в феврале, и в мае на марше миллионов. О досрочных выборах, о коренной политической реформе, ну, по сути, об отставке того же Путин. Нет, я не считаю, что этот процесс надо называть биением головой в стену. Этот процесс абсолютно адекватен, и он имеет запрос в обществе. Вот как раз такая умеренность излишняя, она не очень затребована теми, кто выходит на улицы. Хотя та сторона, вот, группа граждан, да, Собчак, Пархоменко и Ижи с ними пытаются убедить нас, что наоборот, вот если мы сейчас снизим радикализм, то сразу выйдут какие-то вот пресловутые миллионы. Сергей, а почему вы считаете, вот простите, да, вот, почему вы считаете, что радикализм, он найдет понимание, найдет массовую поддержку? Вы понимаете, те, кто был настроен очень умеренно, они уже давно сидят дома с марта месяца, вот, когда прошли президентские выборы, они зафиксировали, что, ну, как, там, с фальсификациями или без, но все-таки Путин победил, 64%, мы с этим смирились, будем жить до 2018 года, как-то с этим, значит, стерпимся, будем заниматься малыми делами или вообще от политики отойдем. Все эти люди уже сидят дома. Или, может, там, создают партии, пытаются, там, идти в парламент, на региональные выборы, флаг им в руки, имеют полное право. Но те, кто остался на улице после марта, вышли на марш в мае, например, потом в июне, и даже в сентябре людей-то было много. У нас просто уже завышенная планка, понимаете, когда вышел один, там, два раза под 100, там, может быть, за 100 тысяч, да, уже завышенная планка. Если чуть меньше выходит, уже сразу начинаются крики, что вот все провалилось. Ну, извините, год назад, там, тысяча человек, это был массовый митинг. Поэтому надо все соотносить с... Нет, я не слышал ответ все-таки на вопрос, почему вы считаете, что радикализм сейчас актуален, что это будет воспринято массами, да, то есть мы говорим же о массовой поддержке. Так вот, я и просто не договорил, те, кто на улицах остался в мае, в июне, было много людей, в сентябре, у них достаточно радикальный подход. То есть, ну, слово радикальный, может быть, не совсем удачно здесь, мы же не зовем, там, к погромам, к насилию, там, к убийствам, не дай бог. Мы говорим о том, что все-таки мы не соглашаемся с итогами выборов, не считаем власть легитимной, и если власть не хочет диалога и реформ каких-то, да, значит, ну, должна произойти мирная революция. Мирная. Ну, не нравится слово революция, что кардинальная реформа всей государственной машины. Если кого-то слово... Ну, вот видите, вы тоже так поправляете сами себя. Нет, я не поправляю, просто у нас сегодня, ну, очень многие как-то вот боятся каких-то слов. Настороженно, да. Да, ну, давайте не будем никого пугать, хорошо. То есть кардинальных реформ всей государственной машины. Вот. И эти люди не хотят от этих требований отказываться. Уж мало того, если брать с моральной точки зрения, у нас ребята сейчас сидят, там, 18 человек предъявили обвинение по болотному делу, там, по анатомии протеста добавили, все же это взаимосвязано. То есть у нас несколько десятков людей, наших товарищей, непосредственно сидят за те требования, которые звучали вот в мае, вот эти именно самые требования. Досрочные выборы, коренная политическая реформа и даже конституционная реформа. И мы их сейчас предавать и уходить от этих требований, я считаю, даже просто с моральной точки зрения, не имеем права. Поэтому те, кто пытается и вот в Конституционном Совете увести все в такую очень умеренную сторону, я не знаю, они действуют по своей воле. Значит, по чему-то указанию. Ну, понятно. Но вы как-то предполагаете. Нет, ну для людей, которые анализируют ситуацию, все довольно понятно. Да, я думаю, эти граждане выражают интересы либеральной части нашей элиты, которая в декабре 11-го года, ну, так симпатия относилась к массовым выступлениям, с помощью этих выступлений пыталась решить свои интересы политические, я отчасти решила. Ну, после... Они, конечно, не за революционный процесс, да, и не за кардинальную реформу. Но после марта месяца им... Нет, они, может быть, Сергей, я здесь с вами соглашусь, может быть, за кардинальную реформу, но без революционных эксцессов. Ну, мы, вот, как бы, скажем, там, левый спектр, там, стал патриотический, уж никак в их планы не вписываемся, да. Поэтому после марта месяца им все это не очень... Но это раскол? Стало нужно, да. То есть вот раскололись либералы и левые? То есть после марта месяца вот этой части элиты либеральной... Да. Массовый протест не очень стал нужен, скажем откровенно. А то, что мы в мае месяце, ведь вот все эти граждане, там, Савчак, Пархоменко, ну, это не какой-то наезд на них, это констатация факта. Они отошли в сторону. Они не хотели никаких маршей и говорили, что все, надо сейчас взять паузу, осмыслить все и думать, как же дальше. Мы, вопреки настроениям этой либеральной части элиты нашей, вышли на этот марш. Протест сохранился и до сих пор сохраняется. Конечно, это их не очень устраивает, и они попали в неудобное положение. Вроде бы стоять в стороне, получается, что инициатива у нас, а ведь не секрет, что многие аналитики фиксируют, там, и социологи, что протест отчасти полевел, стал более социальным, более радикальным, опять же, в разумных пределах. Вот этой части элиты это не нравится. Но вы по-прежнему предлагаете лозунг «Путину ходи». Поэтому сейчас вот эта группа пытается, ну, вернуть отчасти контроль над вот этим протестным движением. Из-за этого идут споры в Координационном совете, но все-таки их не большинство. Меня это радует. То есть вы не в одиночестве? Нет. Именно вы как лидер. Ни в коей мере. Для меня индикатор, такая желтая прокремлевская пресса, вот после последнего заседания, там, на таких сайтах, типа, там, «Дни.ру», там, «Утро.ру», там, ну, есть такая вот серия сайтов, явно прокремлевских, ангажированные. Появились такие статьи под заголовками «Собчак победил», «Удальцовы», где пытаются донести, что вот эта группа, она как раз взяла инициативу, радикалы отстранены, левые вообще там, значит, никакой роли не играют. Но это, конечно, выдается желаемое за действительное. Вот для меня индикатор. Раз они пишут так, вы все перевините с точностью наоборот, значит, мы пока на правильном пути. Координационный совет, я думаю, имеет перспективу. Уж не знаю, как мы распорядимся этой перспективой. Ну, имеет перспективу. Но те, кто его уже похоронил заведомо, ну, я думаю, не правы. Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Сегодня в «Реальном времени» на «Финам.ФМ». Продолжим после выпуска новостей. 19 часов 18 минут, «Реальное время», «Финам.ФМ». Напротив меня здесь, в московской студии, Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, член Координационного совета российской оппозиции. Сергей, я все-таки еще раз хочу уточнить. Вы по-прежнему предлагаете людям идти под лозунгом «Путин уходи» или вы отказались от этого лозунга? Координационный совет после вот таких довольно бурных дискуссий все-таки определил четко основные лозунги. Это не значит, что не может быть других лозунгов. Основные лозунги следующие. Нет репрессиям и диктатуре. Ну, это ответ на события последних месяцев. Свободу политзаключенным за досрочные выборы. То есть требования досрочных выборов, так как мы по-прежнему большинство Координационного совета и, мне кажется, большинство тех, подавляющих, кто выходит на акции протеста, продолжает, по крайней мере, выходить после марта месяца, не считают декабрьский и мартевский выборы легитимными, честными, свободными и, соответственно, их результаты, по большому счету, не признают. Поэтому можно даже не кричать «Путина в отставку». Лозунг «требования досрочных выборов» подразумевает новые выборы, в том числе и президентские. То есть, члены Координационного совета не считают Владимира Путина президентом России? Опять же, большинство из нас склоняется к тому, что вот эти поправки в Конституцию, которые, ну, по сути, были незаконно внесены, про вот эти два срока подряд или не подряд, все это надо убирать. И Владимир Владимирович Путин просто по определению уже не может быть, не может выдвигаться, я бы так сказал, на досрочных выборах. Он уже два срока отбыл, вполне достаточно. Да, нам кажется, что в этом-то как раз главный проблем, вот эта очередная рокировка, произошедшая в сентябре, 24 сентября 2011 года, она и подтолкнула народ, ну и последующие затем грязные выборы, подтолкнули к массовым протестам и вообще к тому, что люди проснулись. Вот первопричина в этом, это была большая ошибка, на мой взгляд, и не только на мой. Поэтому я не считаю легитимным президентом Владимира Путина, да. Не считаю. Я правильно понимаю, что так же считают и члены координационного? Ну вот. У вас же выработано коллегиальное уже? Да, дискуссия, которая произошла позавчера на заседании, показала, что где-то, ну, две трети, чуть меньше, может быть, считает именно так, что у нас нет легитимных депутатов Госдумы, у нас нет легитимных президентов. Ну, какая-то часть, вот та группа, я уже говорил, там, Собчак, Пархоменко и их товарищи, да, ну, не буду себя по фамилии называть, они придерживаются нескольной точки зрения, что все-таки надо перестать оспаривать итоги этих выборов и готовиться, ну, условно, к 2017-2018 годам, к новым выборам, а за эти, там, пять-шесть лет пытаться реформировать, достучаться, скажем так, до властей, реформировать политическую систему судебную и так далее, и так далее. Ну, мне лично и вот большинству Комиссионного Совета, конечно, эта позиция представляется достаточно наивной. Это позиция наивная? Их позиция, да. Да, я понимаю. Можно сказать и жестче, что это вообще позиция соглашательская, я бы даже сказал, может быть, такая... Предательская? Провокационная, да, провокационная, но не буду так выражаться, потому что я уважаю любое мнение, у меня нет каких-то явных фактов, что люди действуют, так сказать, по какой-то команде сверху, да. Будем считать, что это их личная позиция, но она наивная, она слабая, почему? В феврале месяца этого года, мы потом даже у вас в студии обсуждали, я рассказывал, как Дмитрий Анатольевич Медведев конфетами угощал, да, ему же все это положили на стол, вот так вот принесли и положили все эти требования о политической реформе, о которой сейчас говорят вот умеренные члены Координационного Совета. Все положили, там и про судебную реформу было, и про, значит, блоки политических партий, про формирование избирательных комиссий и многое-многое другое, о чем сейчас говорит та же вот Ксения Собчак, что мол, надо конкретизировать. Мы это конкретизировали еще в феврале месяц. Результат каков? Мы принесли это вот самому президенту на тот момент, никуда-то там мы послали. А вы не считаете наивным вот ходить, да, из месяца в месяц, кричать, мы с вами не согласны, да, далось, значит, вот эту власть, даешь досрочные парламентские президентские выборы, это не наивно? Нет, я это не считаю наивным. Почему? Ну, потому что это правда, во-первых, потому что это соответствует нашему пониманию ситуации, это честно, и я думаю, это будет вызывать поддержку. А самое главное, это будет заставлять власти в той или иной степени все-таки реагировать. Рано или поздно, я думаю, мы добьемся, добьемся какого-то диалога, вот, потому что... То есть финальная цель это диалог? Нет, конечно, задача максимума это диалог. Вот, ну, если абсолютно власть глуха, если она совершенно становится неадекватной и игнорирует, тогда, конечно, будут происходить какие-то действительно революционные процессы, ну... То есть, если президент Путин вас, Сергей, пригласит к себе, вы пойдете. Такие потрясения, конечно, они нежелательны, да, вот, когда говорят, что Сергей Удальцов вот за революцию любой ценой, ради революции, ну, нет, конечно, это упрощение ситуации, мы не отрицаем революцию, потому что это вообще-то объективный процесс, он происходит не по воле Сергея Удальцова или Владимира Путина и кого-то еще, а по стечению объективных обстоятельств общественного развития. Верхи не могут, не за них хотят, ну, и кто учился еще в советское время все это помнит. И это, в общем-то, правильно, по большому счету. Вот, поэтому, нет, если Владимир Путин лично пригласит Сергея Удальцова на какие-то сепаратные переговоры, я не вижу в этом смысла. А если под камерой? Пригласить представителей, коллективно, да, представителей оппозиции, того же координационного совета, на встречу, на переговоры. Я думаю, это было бы правильно. Но мы должны понимать, конечно, повестку дня, она должна быть содержательной, не поговорить там о погоде, о природе и так далее. Вот. Мы об этом вообще-то говорим вот весь последний год. К сожалению, этого пока не произошло. Поэтому, когда вот наши умеренные коллеги говорят, что надо вернуться, по сути, на год назад, и это даст прибавку массовости наших акций, какой-то новый всплеск, я не понимаю, на чем они базируются. По-моему, это какая-то хитрость или наивность. Ну и то, и другое плохо. Я считаю, что последовательность, честность, принципиальность и не отступление, я бы так сказал, от наших базовых требований, они дадут результат. Понятно, постоянно на пике протест держаться не может. Но мы же видим, что проблемы системные в государстве остаются. И они будут вылезать то там, то здесь и давать новую пищу для протеста. Это безусловно. Ну а может быть, стоит начать с каких-то прикладных тем. Вот смотрите, здесь, в Москве сейчас, я считаю, идет вакханалия по объединению учреждений образования. Вообще страшная вещь, что происходит. В тихушку, в большом счету, в ультимативной форме родители, читая их школьников, да, информируют, я так мягко сформулирую, о том, что школы объединяются с детским садом, с еще двумя школами, причем в разных районах столицы. Может быть, вот стоит оппозиции этой темой заняться? Стоит, ну я не знаю, там, в медицине, Сергей, вы же знаете, да, в России нет медицины. Вот ее просто нет уже. Я же понимаю, они все туда летают, да, не важно куда, но они туда. А от оппозиции, уж простите, я так возьму на себя смелость, я не слышу подобных вот требований. Вот прикладных тебе. Собчак предложил независимые суды, так ваши коллеги ее, по-моему, разорвали на части из-за этого. Нет, ну, все-таки, мне кажется, здесь идет подмена понятий. Давайте. Мы выдвигаем базовые требования, за ними идут требования, ну, как вы говорите, локальные, да, более содействующие. Они у нас есть, просто, может быть, ну, невнимательно кто-то изучает, а ну, все это есть социальные требования. Конечно, сейчас, когда урезается, очевидно, вот бюджет на ближайшие три года, там значительное снижение государственных расходов на социально значимые сферы. Образование, здравоохранение, науку, что самое печальное. Без развития науки мы обречены, какой там рывок. Ну, а без развития школы мы вообще обречены вдвойне? Ну, все вытекает одно из другого, безусловно. Об этом сегодня не говорит только ленивый. И все это есть. Вот требования последнего марша, 15 сентября, там четко было зафиксировано. Прекратить эту порочную практику урезания бюджетных расходов на образование, медицину, науку. Увеличить их, наоборот, изыскать эти средства, заморозить рост тарифов, провести ревизию тарифов. Растут тарифы, если в Москве они, может быть, не так больно бьют, потому что здесь доходы повыше. А в регионах-то это, в общем-то, проблема одна из важнейших и одна из острейших. Это бьет по карману, дай бог. У нас большинство людей живет очень бедно. Для вас это не секрет, и для меня тоже. Соответственно, все это есть. Поэтому, когда наши коллеги говорят, что мы увлекаемся глобальными лозунгами, долой в отставку, так сказать, всех в тюрьму посадить, расстрелять, и забываем о конкретике, это неправда. Они, опять же, тут лукавят. Мы не забываем. Но просто скажу вам одну простую вещь. Не добившись системных изменений, надеяться, что жулики и воры вот куда ни копни, сейчас копнули оборонсервис. Я не считаю, во-первых, вот сразу оговорюсь, не считаю это системной борьбой с коррупцией. Вот посмотрите, вся пропаганда, сейчас все каналы вы включаете. Соловьев поет нам песни, заливается Соловьем, так если каламбур такой сказать. Все. Но чуть ли там не... Путин не новый Сталин. Ну только там... Мамонтов разоблачает. Без репрессий. Без репрессий, да. Путин... Вот вчера я буквально смотрел, Родзинский пришел, там что-то много о Сталине. То есть какие-то параллели, что Путин это чуть ли не Сталин с человеческим лицом. Вот так. Можно такие аналогии проследить. Значит, да, Мамонтов выступает, там и даже и Познер что-то уже про это говорит. То есть, хотя он не так топорно пропаганду ведет, но тем не менее. На первом канале присутствия надо как-то немножко отрабатывать. Это говорит о чем? Что вот пропаганда есть, а реальной все равно системной борьбы с коррупцией-то я не вижу. Но факт остается факт. Куда ни копнешь, везде воруют в чудовищных размерах. Это абсолютно очевидно. Вот любое учреждение бери, везде найдешь такую же Васильеву, там, женского пола или мужского. Для меня это очевидно 146%. Поэтому надеяться, что вот без кардинальных реформ, без тех же реальных выборов, без чисток, ну чисток не в сталинском понимании, а чисток через те же выборы, через контроль нашей элиты будут реальные реформы. Это очень наивно. И та же судебная реформа, и та же реформа социальная не пойдет. Вот это для меня аксиома. Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Вы звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм. 19 часов 31 минута, реальное время. Здесь Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, член Координационного совета российской оппозиции. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Сергей, я хочу поговорить о вашей идеологии. На самом деле вы придерживаетесь позиции вновь все национализировать, отнять и затем справедливо, ну в моем понимании все-таки в кавычках, поделить. Я хочу просто понять, вот левый фронт, левые, да, которые в общем-то имеют поддержку, реальную поддержку в России, да. Вот вы с чем выступаете? Ну, во-первых, я категорически против вот этих штампов. Да, даже вы, ну так, может быть, чуть смягчили, но все равно произнесли некие штампы, отнять, переделить, все национализировать. Нигде, ни в документах Левого фронта, ни в документах наших союзников, там, ни КПРФ, ни Справедливой России нет таких слов. Мы левые в современном понимании этого слова. Да, мы не застряли где-то там в... В 17-м году. В периоде 100-летней давности, при всем уважении, время другое. Мы левые 21-го века, которые опираются и на традиции столетней давности, и на традиции, конечно, в первую очередь современных левых, современной левой мысли и практики, и европейской, и латиноамериканской, и китайской. Понятно, что полностью там ничего скопировать нельзя, в России свой путь, но тем не менее, мы части Европы, части Азии, мы не какая-то отдельная субстанция, вот, которая вообще какой-то уникальный свой путь. Надо где-то учиться, воспринимать, впитывать, и свою историю главное не забывать. Мы сами многое миру дали, а сейчас от этого отказались и забыли. Поэтому мы современные левые, для меня лично, там, для левого фронта оптимальная модель государства. И мне так представляется, что даже вот для большинства граждан России это было бы абсолютно приемлемым вектором развития ситуации, когда государство слабого поддерживает максимально, слабого. Люди разные. Мы никогда не говорим, что люди все равны. Люди есть слабые, сильные, в разных параметрах. Слабый человек, его государство социально ориентированное, ну, левое, социалистическое, как угодно. Термин, они у нас все опорочены. Скажешь коммунист, все сразу начинает ГУЛАГ вспоминать, скажешь демократ, начинает, там, 91-й год вспоминать. Давайте не цепляться за слова, может, я вообще предлагаю какой-то новый словарь разрабатывать политический, чтобы уйти от этих, может быть, это было бы правильно. Но это для дискуссии, для обсуждения. Слабого государства поддерживает. Слабого государства поддерживает, сильному не мешает. И, естественно, равные возможности, социальная справедливость, реальная демократия. Левые, на самом деле, вот истинно левые, это самые демократичные демократы, да. Никаких тоталитарных тенденций у нас нет. Да, нас постоянно вот возвращают в сталинский период, там, там, монополии КПСС, Северная Корея. Да, левая идея, левая практика знала разные периоды. Вообще, социалистическое, так скажем, строительство, оно далеко не закончено. Да, мы из одной формации в другую еще не перешли. И база социализма, тем более коммунизма, которую я не считаю абсолютной утопией, нет. Это научно-технический прогресс, развитие производительных сил. Вот 20-30 лет назад не было ни интернета, ни компьютера в таком нормальном доступе, нам это казалось нереальным. А сегодня мы можем всю информацию, музыку, кино, без всяких денег, фактически, вот, скачивать, использовать, смотреть. Но отпираться-то, на самом деле, если не оплачивается. Пиратство, не пиратство, тем не менее, элементы, элементы такого, можно сказать, социализма, коммунизма в отдельной взятой сфере, они прослеживают. Чем дальше будет идти научно-технический прогресс, тем сильнее будет база для перехода из одной формации к другой, да, когда действительно мы сможем на каком-то этапе прийти, ну, если не к тотальному изобилию, то к ситуации, когда все минимальные потребности, разумные, я бы сказал, разумные потребности человека, будут удовлетворены, он будет избавлен от такого чернового, рутинного, неинтересного труда. А труд станет творческим, действительно, не обязанностью, а, может быть, ну, даже потребностью. Ну, смотрите, президент Путин... Понятно, стоять у конвейера или рыть траншею бесконечно, да, никогда, наверное, не станет потребностью, это рутинный труд, который просто вот, чтобы заработать на жизнь. Если мы от этого уйдем, через автоматизацию производства, дальнейшую, там, роботизацию во многом, об этом говорят, как бы, сказать, левые идеологи, мыслители, я полностью это поддерживаю. За этим будущее, честно говоря, поэтому, когда нас пугают и говорят, что левое — это возврат в прошлое, я категорически это опровергаю, наоборот, левое — это будущее, и будущее не такое отдаленное. Поэтому мы ничего отнимать, делить, репрессировать никого не будем, просто надо провести нормальные социальные, в том числе налоговые реформы, чтобы перераспределение национального богатства было разумным. А когда у нас сегодня 70%, даже там, по разным оценкам, 75% всех богатств страны принадлежат, там, 2 десятым процентов населения, пресловутым, там, олигархам, миллиарда, ну, это абсолютно неправильно. Но вы же понимаете, что многие из них находятся в такой любовной, экстазной стадии своего развития с властью российской. Вы же понимаете, что в нашей стране уже очень сложно отодрать чиновника от бизнесмена и наоборот. Ну, конечно. У нас олигархия присутствует, только это уже не Березовский, там, какие-то олигархи из 90-х. Наши нынешние власти, руководство всех уровней высших, да, это и есть новые олигархи, честно говоря. Ну, смотрите, Путин воплотил, по-моему, как раз вот левые идеи, да, создав массу госкомпаний, госкорпораций. У нас куда ни кинь, везде гос, да, причем, если даже по форме собственности, по уставному капиталу и распределению, да, там не присутствуют доминанты государственные, то эта компания, как правило, аффилирована, либо имеет контрольный пакет у государства и так далее, да. То есть вам, левым-то, вы даже Путина поддерживаете. Нет, вы понимаете, это вот постоянно эта тема всплывает, что у нас все госкорпорации, это опять же псевдо, псевдо-левая политика, потому что на самом деле за государственной собственностью должен быть и народный контроль реальный. Вот как вы его будете делать, объясните мне, Сергей. А вот за этими нашими пресловутыми госкорпорациями никакого контроля граждане не имеют, куда идут эти деньги, почему там получают такие огромные зарплаты, все эти бонусы, топ-менеджмент. Это все понятно. Скажите мне, как вы будете контролировать? Мы не контролируем. Поэтому, соответственно, в таких государственных корпорациях, компаниях, там, ну, в этом виде или каком они будут в будущем, да, конечно, все должно быть прозрачно, отчетность и должны направляться, ну, возможно, сильно народные контролеры вводятся в руководство. Сергей, ну вы же понимаете, их можно мотивировать. Как наблюдатели вводят. Вот таких народных контролеров. И постоянная ротация должна быть. То есть я думаю, что за этим будущее и тогда, а еще лучше, еще лучше. Ведь вспомним, 91-й год, точнее, в каком году чубайсовские ваучеры появились? 92-й. 92-й. Да, 92-й. Сама идея-то, вот как бы, она была красивая. Мы все становимся собственниками, получаем эти ваучеры. Потом просто пришло к тому, что все скупили, люди остались ни с чем, а кто-то обогатился, да, и народное достояние перешло в собственность. Это долгая история. Я все-таки дожму сейчас этот вопрос. Вот смотрите, вы говорите, народный контроль, да, народный контролер. Это кто? А люди, вот допустим, с улицы, я утрирую сейчас, да, специально. Они не смогут разобраться в финансовой отчетности. Неважно, какой компания, крупной, средней или маленькой, да. Объяснять им, допустим, что такое фондовый рынок, а еще больше, например, производные инструменты, которые выпускают, да, некоторые компании, ну там все, они точно ногу сломят, да. Если вы сделаете ставку на чиновников, то я всегда цитирую, кстати, близкого вам классика Карла Маркса, да, государство, частная собственность бюрократии. Так, Сергей, хрен редкий не слаще, но вот что нынешняя ситуация, что то, что вы предлагаете. Нет, это правильно. Где вы возьмете этих контролеров? За силем бюрократии мы уже столкнулись, но вы немножко как-то, по-моему, усложняете ситуацию. Во многих сферах, во-первых, во многих сферах разберутся люди и без специального образования. Это первое, начиная от студентов, которых, вот как присяжные заседатели в судах, да, тоже люди случайно набираются, но тем не менее этот институт работает и его надо, наоборот, развивать максимально. Вот сейчас мы видим бунт в Челябинской колонии, да, мы знаем, как у нас судят, как у нас содержат, то есть развитие института суда присяжных, расширение статей, списка статей, по которым используется суть присяжных, я считаю, обязательно это снизит практику этих неправосудных приговоров незаконных. Что касается контролеров в финансовой сфере, в экономической, ну, извините, давайте тогда будем обращаться к опыту людей уже, ну, скажем так, пенсионеров, например. Можно ведь найти выход? Они поработали. Вы меня пугаете. Они приобрели, нет, а почему я вас пугаю? Это нормально. Это вот левопопулизм, по-моему, чистой воды. Никакого популизма. Вот бабушка приходит к Чемизову в Росттехнологии. Нет, подождите, не бабушка, просто бабушка, а женщина или мужчина, которые уже отработали в этой же сфере, там, финансово-экономической, вышли на отдых, ну, активно, социально, может, даже доплачивают где-то, да, от государства, там, чтобы они контролировали. Может, они будут на общественных началах, но это вопросы технически решаемые. И они, используя свой опыт, вот и будут теми самыми народными контролерами, которые будут наблюдать в тех же госкорпорациях, да, в госкомпаниях. Мне кажется, это все решаемо, была бы политическая воля. А когда мы заводим ситуацию в тупик, ну, тогда все, значит, или за силе бюрократов, или за силе олигархов, или всем надо застрелиться. Я не считаю, я не считаю, что это какая-то утопия. А может быть, возвращает средний класс? Народный контроль, гражданский контроль, как угодно назовите, он в советское время, кстати, был, я его не идеализирую, но во многих направлениях он был полезен. И, кстати, вот в 91-м году его резко ликвидировали, и никаких попыток возродить что-то подобное. Мне кажется, это неправильно. Народ должен контролировать в разумных пределах большинство сфер государственной жизни. И что эти люди мотивируют, вот в тех же госкомпаниях? Скажешь, ну, старость у вас такая вот минимальная, да? Сколько вам надо? И все. Здесь мы подходим к глобальнейшему вопросу, как нам одолеть эту тотальную коррупцию. Это, наверное, на целую программу отдельного разговора. Но если коротко? Нет. Ну, если коротко, ряд мер, которые давно перезлили. Посадки? Нет. Все в комплексе. Так. Ужесточение ответственности, безусловно. Я скажу прямо, это не позиция всего левого фронта. Я лично сторонник восстановления, по крайней мере, на каком-то этапе смертной казни за казнократство в особо крупных размерах. Вот считайте меня людоедом, но я думаю, это правильно. Ну, конечно, такие решения надо принимать через референдум, если люди поддержат, никакого волюнтаризма. Конечно же, контроль не только за доходами, но и расходами. Ведь все это отработано во многих странах мира. Если ты чиновник, не можешь обосновать. Сергей, ну вы же знаете, что такое слепой, например, трасс, да? Вы же знаете, что это такое? Конечно. И все, и вы бенефициаров не увидите. Не можете, если вы обосновать, если вы государственный чиновник, да, любого уровня, свои расходы, если они превышают доходы, если они не задекларированы, все, вы лишаетесь и должности, и идете под суд, и вообще на вас клеймо на всю жизнь. А деньги сковываются в пользу государства? Это одна из мер, да. Дальше оборот налички надо сокращать. Сейчас во многих странах оборот налички, он лимитирован. Какие-то крупные траты. Здесь вы как либерал прямо выступаете, здесь с вами согласен. Нет, ну либералы тоже такое понятие растяжимое. В политической сфере там левые либералы, они вообще близки, да, мы за демократию и за свободу. В экономике либералы-то разные бывают. Есть левые либералы, а есть ультроконсервации. Это все большая дискуссия на самом деле, политологическая, да, в этих терминах разбираться. Поэтому ограничить оборот налички. Конечно, потому что коррупция, это теневая вся экономика, несут этими чемоданами, там мешками, коробками эти деньги, потом приобретаются. Ограничить это, это уже ударит сильно по рукам коррупционерам. И тот же пресловутый народный контроль, от которого, вот от этой идеи, я не откажусь, как бы вот меня не убеждали, что это нереализуемо. Все это возможно, и люди, активные граждане, которые будут наделены соответствующим полномочиям, при регулярной ротации, я думаю, всех не купишь. Смогут реализовать, да. Коррупцию на 100% нигде еще ни в каком обществе не победили, может быть, это и нереально. Но подступаться надо. Сергей Удальцов. Но минимизировать объемы, резко минимизировать. У нас в реальном времени. 19.47, реальное время, Финам. Меня зовут Юрий Прайнкона, против меня Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Эту часть программы мы проведем в интерактивном режиме 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.фм, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция. Эдуард все-таки уточняет. Сергей, когда вас спросили, в чем заключается суть левой идеологии, вы наговорили банальности, которые говорят и правые, и либералы. Вы лучше скажите, чем отличаетесь от них либералов и национал-демократов? Эдуард. Ну, я наговорил не банальности, я наговорил по сути... Я читаю письма, как они приходят, да? Да, ну не буду сейчас этому тратить время, просто еще раз говорю, настоящий левый, он за реальную демократию, он интернационалист, он за приоритет общественных форм собственности, за их развитие, но при этом не выступает за тотальную экспроприацию, национализацию, пусть расцветают все цветы, идет нормальная конкуренция, малый бизнес, средний бизнес, надо создавать нормальные условия, те сферы бизнеса, особенно, которые социально полезны, им вообще надо делать налоговые каникулы, максимальные льготы, пусть работают люди, и пресловутый средний класс развивается, да, хотя это не научное понятие, но тем не менее. Поэтому мы никакие не людоеды. Поэтому вот... Но крупные активы вы будете национализировать, если приедете в власти? Да, а чем мы отличаемся от либералов, национал-демократов, давайте мы с ними сядем вместе и будем общаться. Я за всех сейчас не хочу, это мы много времени потеряем. По национализации все-таки вы ее поддерживаете? Вот крупные активы должны быть в руках государственного Крупные активы, безусловно. Но я считаю, я считаю, что если левые силы приходят к власти через выборы, значит, честные, свободные, они по этому вопросу должны организовать референдум. Ну и если даже не приходят к власти, но если мы облегчаем законодательство о референдуме, группа граждан внушительной собирает соответствующие подписи, и может этот вопрос вынести на референдум, тоже я считаю, это правильно. Если народ поддержит, естественно, там должны быть прописаны механизмы и так далее, как это все делается. Но вы же понимаете, что если вы будете национализировать, вы должны будете заплатить этим нынешним собственникам. Безусловно, безусловно. Но давайте мы сначала поставим вопрос так. Как это все было в собственность получено? Сколько это стоило тогда? По каким ценам приобреталось? То есть там, если вот этот компенсационный условный налог, компенсационный, да, вычленить, там уже могут и остаться, ну, в каждом индивидуальном случае. Вообще, каждый вопрос надо решать индивидуально. Здесь не должна быть какая-то национализация с копом. Вот все вдруг взяли, всех олигархов, значит, закрыли в каком-то, значит, там, изолированном помещении и сказали так, все отдавайте, вот вам 48 часов или тут к стенке поставить. Ну, конечно, не так. Все индивидуально. Как приобреталось? Надо все изучить спокойно, без суеты и спешки. Но базовый подход наш, да, конечно, основные секторы такие экономики, да, сырьевые особенно, должны быть под контролем государства. И это правильно. Это правильно на наш взгляд. И на мой взгляд, это должно питать бюджет, в первую очередь, наполнять социальные сферы. В остальных направлениях, в остальных сферах, конечно, конкуренция, бизнес разный, частный, народные предприятия, почему у нас не развивается? Отличная форма, в ряде стран очень хорошо развита. Да, у нас даже законодательство слабо приспособлено, адаптировано. Народно, где нет вот этих сверхбогатых собственников, топ-менеджеров и остального персонала, да, там, работников, а где все собственники, есть ограничения, что, грубо говоря, там, зарплата руководителя не может, там, настолько сильно отрываться от зарплат, там, низового работника, там, уборщица, условно говоря. И это правильно. Но, другими словами, получается, что крупные активы все-таки переходят под контроль чиновников. А можно пойти дальше. И вообще, вот, я начал говорить про эти ваучеры. Все-таки идея, чтобы каждый гражданин через определенный механизм, там, социальный пай какой-то, да, вот есть такая теория, такая программа, да, каждый стал собственником и участвовал вообще в принятии решений, в контроле, а сейчас электронные технологии будут все больше позволять это делать. Это вообще очень богатая идея, потому что у нас сегодня люди отчуждены. Есть вот какие-то олигархи, есть там, чиновники, есть президент, есть правительство, а люди сами по себе. Они как бы оторваны от принятия решений, оторваны от распределения богатств. И это создает чудовищное отчуждение. Приведет рано или... И они чувствуют несправедливость. Приведет рано или поздно к какому-то социальному коллапсу. Надо этот вопрос решать, и ответственная власть должна об этом думать. Давайте звонки попринимаем. Вечер добрый, как вас зовут? Алло, да, вы в эфире. Нет, вот вопрос такой. Вроде бы он хочет и отказаться от пересмотра итогов бандитской приватизации 90-х, но с другой стороны он говорит о ваучерах, да? А как же те люди, которые, на чьи деньги, которые купили все эти активы, Газпром, Сургут, Нельсегаз, Норильский Никель и так далее, и так далее, не ваучерами, а наличными деньгами были куплены? На них возбуждены уголовные дела. Все затягивается судом и судебными приставами. Как же эти деньги будут возвращаться законным собственникам, который не признает, или вернее затягивает судебный пристав? И деньги удерживаются. Да, спасибо. Ну, то есть, это вот эхо из 90-х. Если мы говорим о том, что власть претендует на власть, оппозиция, в данном случае, да, оппозиция должна иметь и ответы, в том числе на такие вопросы. Нет, ну, безусловно, ответ очень простой. Конечно, итоги приватизации, когда вот сейчас слушатель сказал, что мы как бы вроде за, вроде против расследования итогов этой приватизации, однозначно за, однозначно за, надо расследовать, надо компенсировать, если вы приобрели какие-то активы, ну, которые принадлежали тогда, условно говоря, всему народу в лице, там, партии правящей, да, ну, тем не менее, была общегосударственная собственность по Конституции. Если вы приобрели задарва, а таких случаев миллион, значит, должны компенсировать тот самый компенсационный налог, значит, если речь идет о национализации или усилении доли государства в тех же, там, госкомпаниях, все это должно делаться цивилизованно, еще раз повторю, не по принципу, мы вас сейчас тут к стенке поставим, отдавайте все. Нет, конечно, но там, где были нарушения, надо это расследовать, опять же, адресно, адресно. Никакой компанейщины здесь быть не должно. Вот это, мне кажется, отличие ответственной власти, ответственных левых от просто-сидимоговых популистов, которые вот кидают лозунги национализации так просто вот в пустоту. Мы не такие люди, понимаете, не надо нас бояться, не надо из нас делать страшилку, мы абсолютно адекватны. Еще раз повторю, тезис, слабому помогать должно нормальное государство, в нашем понимании, сильному не мешать. Но сильный должен нанести больше ответственности отсюда, например, там, прогрессивное налогообложение. Я полностью за всей, ну, мы сейчас не будем спорить. Не будем, не будем спорить, да. Я поясню, слушал им, кто не смотрит, Сергей просто увидел мою реакцию. Не будем спорить, но я считаю, что вот все эти отговорки, что мы не соберем, что сразу все уйдет в тень, надо комплексно работать, бороться и с коррупцией, с, значит, нарушениями налогового законодательства, и с уходом денег за рубеж капиталов. Безусловно, у нас чудовищные потери от этого, это надо как-то нормализовать. Не то, что запретить там всем, так сказать, поставить там великую стену, огородить Россию великой, ну, не китайская, русской стеной, российской, да. Но, тем не менее, эта проблема существует. Поэтому я считаю, что более сильный, это вообще по справедливости, должен и нести больше ответственности за страну, за своих ближних, за окружающих. Это нормально. В этом нет ничего людоедского и какого-то, значит, неправильного. А еще один тезис, очень короткий, буквально 30 секунд, когда мы говорим про борьбу с коррупцией, еще одну важную мысль. У нас сегодня в чем проблема? У нас высшие руководители, ну, и там, второго звена руководителей, сами, к сожалению, не являются примером скромности, нестяжательства, честности. А отсюда, как известно, рыба гнет с головой. Поэтому у нас так любят сегодня вспоминать Сталина, который в одной шинели умер. Сергей, ну а где гарантия того, что вот, допустим, сейчас вы все в координационном совете российской оппозиции, я допускаю, это честные, принципиальные, нестяжатели, скромные, там и так далее, да? Но где гарантия, что вы, придя к власти, не начнете заниматься примерно тем, чем занимаются некоторые товарищи здесь у нас, в нынешней стабильной России? На этот простой вопрос есть очень простой ответ. Сменяемость власти, ротация, контроль. Это я за. Сергей Андреевич пишет, ну, тут большое письмо, я так его подсокращу, смысл такой, что вот оппозиция потеряла, значит, нюх по ветру не держит. И вот цитата из письма. Почему вы не поднимаете актуальные вопросы, которые на самом деле волнуют людей? Та же тема миграции. Вы же об этом молчите в тряпочку. Сергей, не молчите. Никто не молчит. По поводу миграции, но очень коротко. Никто не молчит в тряпочку. Мигрантов, гастарбайтеров. Никто не молчит в тряпочку. Безусловно, сегодня миграционная политика неэффективна. То есть мы должны принимать краткосрочные меры, а это все, опять же, связано с борьбой с коррупцией. Конечно, нам нужны трудовые ресурсы, привлеченные из других республик, из других стран, только в тех сферах, где это востребовано. Там, где может работать местный житель, надо это использовать. У нас абсолютно ненормальная ситуация, когда на этом наживаются, возьмите там жилищно-коммунальную сферу. Но это надо чистить. Но как будете решать? Это надо чистить. Депортировать? Естественно, не нужно депортировать культурно, без каких-то там, значит, зверств. Не как там в 44-м году в вагон товарный посадили и вывезли. А дальше стратегически надо выстраивать новое геополитическое пространство на территории бывшего союза, как минимум. Туда вкладывать, инвестировать, там создавать рабочие места. Это нам потом все откликнет с очень хорошими плюсами, выгодами и не будут сюда лезть. Но Владимир Пуфимов, по-моему, вот, например, в Северном Кавказе этим и занимается? Нет. Заливает все деньгами? Я не... Нет, не заливать деньгами, а вкладывать последующие отдачи, создавать там рабочие места. Они тоже говорят, мы там построим какой-то курорт, да, они там собрались, гигантский, там, мировой центр. Это будет прекрасно, если пристроить все эти курорты, не разворовать миллионы, и все это пойдет во благо. Я никогда не сторонник огульно критиковать власть. У того же Владимира Владимировича Путина и действует власть, есть ряд, по крайней мере, начинаний и идей. Например? Вполне правильно. Выстраивание, вот, по крайней мере, сейчас разговор об этом Евразийском союзе, но мне сам термин не нравится. Это правильная идея. Будет ли она реализована? Вот это я сильно сомневаюсь, да. Про борьбу с коррупцией, ну, кто же против, да. Вопрос, что не доводится до конца. Поэтому в окончании я еще раз могу сказать, что современные левые, это именно левые новой формации, мы ничего общего там с этими всеми страшными, там, 30-ми годами, какими не имеем, мы все выводы... Неужели вы готовы отречься от Сталина? Мы все выводы, а я никогда и не присягал Сталину, чтобы от него отрекаться. Я никогда не был фанатом Сталина. Любой исторический период надо рассматривать четко, что можно взять полезного, что надо отринуть навеки вечной. Репрессии, кровь надо навеки вечной отринуть, это не наш путь. А для того, чтобы сейчас что-то уже менять, 15 декабря всех приглашаю на марш, там, свободы, миллионов, кому как нравится, но это будет марш свободных людей, я надеюсь, нас будет много. Сергей, вы, на самом деле, мне, во-первых, было крайне приятно с вами провести этот час, во-вторых, вы для меня раскрылись сегодня с неожиданной стороны. Вообще-то я вас считал таким революционером, да, который там лазит по фонтанам, там, долой кричит. Нет, нет, вы достаточно здравый человек, и очень многие мысли, которые вы озвучили, они, ну, мы договорились, идеологию не будем применять, да, но они в чем-то и либеральные, и социал-демократические, и социалистические. Я надеюсь, что, в общем-то, с вашей помощью левые действительно станут современными, да, там, не нравится европейским, российскими, современными левыми. Спасибо вам огромное. Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, был сегодня в реальном времени после новостей итоги дня.